Итак, народ, всех приветствую на канале Занимательное Музло. Сегодня на обзоре американская дэд метал группа Prophecy. Но перед тем, как начать видео, я бы хотел обратить ваше внимание на альбом The Old Tower Burns от группы Санкт-Петербурга Moratory. Музыканты сами определяют свой стиль, как смесь дебит-панка и трэш-металла с элементами блэка, краста и рок-н-ролльного угара. Релиз прекрасно сыгран, записан и, конечно же, вышел на лейбли Кэллис Рекордс. Мы уже обсуждали этот альбом на канале, однако я еще раз напомню, что он полон скоростных тем с крутыми соляками. Присутствуют здесь и неторопливые мелодичные участки, и мрачные атмосферные отыгрыши. Но это не все. 27 августа у парней выходит лирик-видео на трек Wagner's Pad. Тизер уже в сети. А 4 сентября группа отправляется в очередной тур, который стартует в Санкт-Петербурге. Друзья, поддержим отечественную тяжелую сцену. Ссылки на ресурсы группы Moratory, на альбом The Old Tower Burns, расписание тура и, конечно же, другие релизы от лейбла Кэллис Рекордс найдете в описании. Переходите и заценивайте. А теперь давайте поговорим о студийных полноформатниках группы Професси. Ну что, ставьте лайк этому видео и погнали. Группа была образована в 91 году в Луизиане. В 96 была записана первая демка It Shall Come To Pass, которую сам Джеймс обозначает как пятипесенная EP, а в марте 97-го двупесенная промо-дема для грядущего полноформатника. И с момента основания и до выпуска дебютного полноформатника Fort Old Forcing в 98-м из оригинального состава в группе остался только один музыкант, гитарист-вокалист Джеймс Паркс II. Группа попала в неприятную ситуацию с выпуском дисков. Совершив стопроцентную предоплату в размере 2000 долларов организации по производству, коллектив получил диски только в феврале 2000 года. Интересно, как сам Джеймс определяет свой стиль музыки. У нас здесь своя сцена или сообщество, называйте как хотите. Я думаю, что термин «южный дэдграйнд» подходит для этого. Есть разница между европейской и американской сценой, я в этом точно уверен. Было бы скучно, если бы мы все звучали одинаково. Лично я поддерживаю дэтметал из любой части мира. Ну и просто нельзя не сказать, что на альбоме в качестве гостей отметились такие музыканты, как Эрик Линдмарк из Дидсов Флэш и Джон Галлагер из Дайан Фитус. Второй полноформатник Our Domain вышел в 2002 году. Сразу надо отметить, что из тех, кто принимал участие на первом альбоме в группе остались только гитарист Джеймс и вокалист Фил. Можно было бы сказать, что это не имеет особого значения, ведь все авторство музыки и лирики принадлежит Джеймсу. Но тем не менее, характерные соло Джо и Буги Данвопа, который, к сожалению, покинул наш мир в 2017 году, привносили в общую атмосферу некую тягучесть. Я не хочу сказать, что стало лучше или хуже, просто зазвучало немного по-другому. Но это по-прежнему дэд, который стремится быть максимально быстрым и запоминающимся. Лирика, кстати, стала, на мой взгляд, проще. Парни ушли от глубоких размышлений и повернули в сторону более традиционного дэдграйнда. Да, наверное, это определение подходит и для всего альбома. Традиционный дэдграйнд. Через 9 лет после молчания группа выпустила альбом Don't Fucking Miss With Texas. В плане музыки это, конечно же, Brutal Dead. Песни интересно собраны, в них отлично сбалансированы скоростные и среднетемповые участки. Все это напоминает таких классиков жанра, как Suffocation, а с точки зрения техники и мрачной гармонии, то это уже уклон в сторону Dian Fittus. Есть также более мелодичные участки и соло, есть атмосферные элементы, но все это не делает музыку мягче, скорее добавляет разнообразие. Нельзя сказать, что все композиции собраны по одному принципу. Это 8 довольно сложных песен и каждую вполне можно слушать в отрыве от альбома. У Професси однозначно есть собственный почерк. Хотя у кого, если не у них, ведь они, по сути, тоже стояли у основания жанра. Альбом The Beginning 2016 года. Это отличное возвращение команды, которая знает толк в Brutal Dead, несмотря на то, что состав у коллектива величина непостоянная. Про этот альбом я могу сказать, что он собран из тех элементов Brutal Dead, которые мне максимально заходят. Плюс нельзя не отметить общую мелодичную лирику треков, которые действительно превращают треки в полноценные композиции. Они являют собой набор скоростных инструментальных упражнений. И мне очень нравится, что группа в очередной раз доказывает, что можно играть максимально экстремальную тяжелую музыку, не опираясь на откровенные диссонансы. А что касается гитарных соло, то не часто удается в подобной музыке услышать такие мелодичные и скоростные запилы, как у Професси, которые бы так органично вписывались в подобную брутальщину. Возможно, местами хотелось бы, чтобы вокал был более утробный или глубокий, но это опять же вкусовщина. В целом, The Beginning хороший крепкий альбом, лично я послушал его не без удовольствия. И последний на данный момент студийный полноформатник Force & Scriptures вышел в 2019 году. Обложка альбома напомнила мне схватку с финальным боссом из игры Evil Dead Regeneration, когда Эш в процессе битвы закидывает своего напарника, Карлика Сэма, на пьедестал с некрономиконом, и тот начинает вырывать из книги страницы. Что касается альбома, то он мне показался чуть более брутально направленным, нежели предшественник. Возможно, потому что он в общей массе стремится к среднетемповости в основе своих песен. И когда слушаешь этот релиз, никаких плохих и даже неоднозначных эмоций от него не получаешь. Все вроде бы так, как и должно быть, но вот когда смотришь живые шоу и видишь на вокале худощавого молодого парнишку, то тут само собой подключается какое-то стереотипное мышление, которое заставляет вписывать образ этого парня в какой-нибудь дэдкор проект, а не брутал дэд коллектив. А Дрю Даффи между тем проделывает отличную вокальную работу в духе аутскульных брутальщиков. В общем, от стереотипов надо избавляться. Альбом Forcing Scriptures неплох, но если честно, то The Beginning 16-го года мне зашел больше. Группа на данный момент функционирует, но на самом деле как-то даже обидно, что ей уделяют недостаточно внимания. Очень мало рецензий написано, особенно на два последних альбома, да и интервью с музыкантами практически нет. И это я сейчас говорю про англоязычный интернет. Однако группа на данный момент функционирует, и я надеюсь, что она еще порадует фанов своими релизами. На этом, пожалуй, все. Увидимся на стриме в пятницу на втором канале. Не забудьте чекнуть по ссылкам в описании альбом группы Мориторий и другие релизы от лейбла Кэллис Рекордс. Ну и, конечно же, спасибо всем, кто смотрит мои видео, ставит лайки, пишет комментарии и, конечно же, подписывается на канал. А с вами был Депрайз. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok